Торжественное богослужение на Валааме. Там вспоминают святых чудотворцев Сергия и Германа, основателя одной из самых почитаемых монашеских обителей. С ней связаны имена многих подвижников. Монастырь не раз переживал вражеские нашествия и снова возрождался. Сегодня на острове в Ладожском озере собрались сотни паломников. Приехал и Владимир Путин. Александра Черепнина с подробностями. Торжественная литургия в день памяти великих чудотворцев. Это они. Сергий и Герман Валаамский основали в 14 веке на острове монастырь. И по сей день один из самых почитаемых в православном мире. Священнослужители сегодня в зеленом облачении. Цвет – символ вечной жизни. Возглавил богослужение патриарх Кирилл. В Спасо-Преображенский собор верующие шли сегодня с самого утра. На литургии присутствовал президент. После ее окончания он тоже причастился и отправился на короткую прогулку по обители, которую посещает регулярно. Валаамский монастырь – свидетель войн и нападений. За семь веков был разрушен не раз. В 17 веке его разорили шведы. В полном запустении он находился более ста лет и начал восстанавливаться по указу Петра Первого. В 1939-м во время Советско-финской войны он попал в зону боевых действий. В 1940-м Валаамский архипелаг был передан советским войскам. И здесь открылась школа боцманов. Монастырь опять оставался в запустении долгие годы. Святые мощи Сергия и Германа Валаамских уцелели только потому, что монахи скрыли их глубоко под землей. Свидетелем страшного для обители времени стал однажды патриарх Кирилл. Он приезжал на Валаам, будучи еще студентом духовной семинарии и видел Спасо-Преображенский собор в полуразрушенном состоянии. Мы взяли дощечку, держали ее на руках, а владыка совершал литургию. Мы причастились к святых христовых тайн. Погода была ужасная. Дождь, холод, ветер, низкие тучи. И вот в момент совершения божественной литургии вдруг мы увидели, как яркий луч света упал на наш храм. Просто через окна. Восприняли как чудо. И тогда владыка Никодим сказал слова, которые я помню до сих пор. Он говорит, я, наверное, не доживу, но вы доживете. Валаам воскреснет. Новая история обители началась уже в наше время. Она во многом связана с именем Алексея II. В его честь названы местные музеи, где его жизни посвящена большая часть экспозиции. Многое для восстановления Валаамского монастыря сделал и президент. Уверен, что так же, как мы возрождаем Валаам, мы будем поднимать, укреплять духовные основы и материальное благополучие нашей страны. Не все у нас получается, но залогом нашего успеха являются наши старания и искреннее стремление к улучшению жизни нашего Отечества. В этой связи Владимир Путин отдельно отметил, как важно не забывать о тех, кто, служа Отечеству, выполняет свой долг. Вы знаете, что есть, к сожалению, у нас потери в Сирии. Погибли два наших летчика, которые отдали жизнь за то, чтобы все мы чувствовали себя уверенно, двигались вперед, для того, чтобы безопасность нашего Отечества укреплялась. Я прошу, Ваше Святение, что вас, всех духовных лидеров и людей, которые близки к людям через веру и через православие, через другие наши конфессии, никогда об этих людях не забывать и молиться о них. Президент также поздравил всех участников торжественной трапезы с церковным праздником и передал в дар Валаамскому монастырю древнюю икону Божьей Матери. Александра Черепина, Ангел Меркулова, Станислав Оплетин, Первый канал.